Давным-давно Добрый вечер, мальчики и девочки! Привет, ребята! Ой, а это что за листики? Такие интересные у тебя в руках! Ты что, Саша, вам в школе не рассказывали об акции «Летопись Победы»? Ребята, она в Приднестровье у нас уже несколько недель идет! А я еще в школу не хожу! Ты что, забыла? Ой, прости, забыла! Значит, вам в садике рассказывали? Я и в садик не хожу! Я с бабулей дома сижу! А, тогда понятно! Что ж, значит, я расскажу об этой акции и тебе, и ребятам, которые тоже в первый раз о ней слышат! Тем более, до 9 мая еще есть время! А про 9 мая я все при все знаю! Мне бабуля рассказывала! И еще о ветеранах, которые защищали наш край! Они сейчас старенькие стали! Ты права! Ребята, ветеранов Приднестровье больше 500 человек! Вот как раз для них можно написать поздравительное письмо ко Дню Победы! А эту идею придумал наш телеканал «Первый Приднестровский». А почтовое отделение и типография с радостью поддержали! Олеся, а можно мы с бабулей вместе напишем? Ну, я пишу не очень красиво! Конечно, можно, Сашенька! И бабуля пусть напишет! Ветеранам будет очень приятно! А мы не знаем адрес, куда писать! Не волнуйся! Нужно сначала заполнить этот листок с этой стороны и сложить его вот так! Ну вот! И все? Нет, конечно! Не торопись! Готовое письмо нужно подписать и отнести на почту! Оттуда его и отправят к ветерану! А можно мы напишем два письма? Мы поздравим двух ветеранов! Конечно, можно! Даже три и четыре! Главное писать от души! Только не пойму, почему письмо так нужно интересно складывать! А ведь это не случайно! Такие письма писали солдаты во время Великой Отечественной войны! Понимаешь, на фронте негде было взять конверт! Поэтому письмо так и складывали в виде треугольника! С одной стороны листа писали письмо, а с другой адрес! Теперь понятно, почему они такие необычные! Олеся, а ты можешь прочитать то, что ты написала ветерану? Ну, если не секрет! Конечно, не секрет! Слушай! Дорогие ветераны! Мы вами гордимся! Мы вас почитаем! О подвигах ваших все мелочи знаем! К лицу вам года! Ваша мудрость и стать! Спасибо за мир мы хотим вам сказать! За то, что смогли нам его сохранить! Хранить ваш дух и отвагу врагам не сломить! Ну вот, теперь можно нести на почту! Вот завтра же утром и отнесу! А теперь давай ребятам интересный мультик покажем! И я люблю мультики! Ну все, дописала! Дорогие ребята, до 9 мая еще есть время! Так что вы успеете написать свои поздравительные письма и отправить ветеранам! Напоминаю, что специальный лист для письма можно взять в почтовом отделении своего города или села! Напишите письмо и отнесите его на почту! И тогда оно обязательно придет по адресу к ветерану Великой Отечественной войны! А если вы еще не умеете писать, пусть взрослые помогут! Это правильно! Спокойной ночи, ребята! Ярких и цветных вам снов! Цветные сны совсем не спят, Чтоб нам спалось не скучно, Но чтобы их не упустить, Надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать, И звездами укрыться, И сон цветной за хвост поймать, Он спрячется, приснится, И будет тихо снится, И будет тихо снится, И будет тихо снится, И будет тихо снится... Продолжение следует...